Музей В Евпатории есть необычный музей, который расположен под открытым небом в Шелковичном сквере недалеко от Морпорта. В нем нет старинных монет и антиквариата, чучел экзотических животных и минералов. Это музей мировой культуры и прикладного искусства, открывшийся в городе в августе 2007 года. Ежегодно здесь бывает много посетителей, ведь музей – настоящий островок культуры, притягивающий истинных ценителей искусства. Инициатор и вдохновитель музея Леонид Петрович Захаров, известный в городе художник и скульптор, руководитель предприятия ТАЭС. Идея создать в Евпатории прекрасный культурный оазис появилась у него за рубежом, ведь подобные музеи действуют в разных городах мира. Захарова активно поддержали местные власти, общественность Евпатории, а также российский скульптор Людмила Павловна Калугина, Евпаторийский скульптор Виталий Семенович Зайков, заслуженный деятель искусств СССР и Алексей Егорович Шмаков, народный художник Украины. Леонид Петрович осуществлял задуманное вместе с творческими людьми, энтузиастами-подвижниками, ставшими меценатами. Первые произведения для необычного музея создавали крымские авторы, а также талантливые выпускники ведущих Академии искусства СНГ. Постепенно тесное сотрудничество и дружеские отношения сложились в Евпаторийцев со студентами выпускного курса факультета скульптуры художественно-провышленной Академии имени Штиглица. Они вместе со своим преподавателем, скульптором-профессором Академии Людмилой Калугиной, вдохновенно трудились в Евпатории и сделали для музея много оригинальных скульптур. Свою лепту в это благое дело внесли и выпускники Белорусской Государственной Академии искусств. Евпаторийцы были приятно удивлены бескорыстному энтузиазму студентов, которые каждое лето приезжали в город, чтобы воплотить в камни свои творческие фантазии. Большинство их скульптур относятся к теме греческой мифологии, хотя у мастеров была свобода выбора – крымские легенды, история Крыма и Евпатории, копии с мировых шедевров известных мастеров, а также разнообразные направления прикладного искусства. Уже стало доброй традицией ежегодно летом на базе Музея мировой скульптуры проводить международный пленэр для лучших выпускников художественных вузов стран СНГ. Причем молодые скульпторы из Санкт-Петербурга и Белоруссии всегда заранее к нему готовятся. Под руководством опытных педагогов изготавливают эскизные модели, на основе которых затем рождается скульптура. Так в рамках пленэра появились новые яркие работы для музея. Богдан Хмельницкий, Николай Гоголь, Александр Суворов, Александр Македонский, Сезарь и Наполеон. Выполнены они из гранита и других материалов, привезенных из России и Турции. И теперь, проходя вдоль галереи, гости музея с интересом рассматривают оригинальные авторские портреты прославленных исторических деятелей. Они восхищаются тем, как из такого сложного в обработке камня молодым скульпторам в своих творениях удалось отразить не только внешнее сходство персонажей, но и передать их внутреннее духовное состояние. В июне 2013 года, в день юбилея Леонида Петровича Захарова, в Музее мировой скульптуры открылась обновленная галерея великих людей планеты, работа над созданием которой ведется уже три года. В презентационной экспозиции было представлено 24 бюста и 156 портретов великих людей, гениальных ученых, философов, правителей, полководцев, деятелей культуры и искусства всех времен и народов. Любопытно, что одним из интересных экспонатов музея стала копия всемирно известной статую Христа Искупителя. Знаменитый монумент установлен на вершине горы Карковаду в Рио-де-Жанейро и является символом Бразилии. Теперь увидеть статую в миниатюре можно и в Евпатурии. Высота копии 3 метра, а пьедестала 2 метра. Автор работы – ялтинский художный скульптор Владимир Шевченко. В настоящее время в фондах музея более 500 экспонатов. Это монументальная скульптура, скульптурные и декоративные портреты. Их тематика различна – древнегреческие легенды, история Крыма, сказочные персонажи, юмор в камне, копии мировых шедевров. Внимание посетителей музея всегда привлекает еще один экспонат – памятник погибшим кораблям. Он установлен в память затонувших военное и мирное время кораблей. Скульптура появилась здесь по инициативе директора музея, который давно вынашивал такую идею. В свое время Леонид Петрович потерял много друзей, трагически погибших в морских катастрофах в разных уголках планеты. Среди них были и Евпаторийцы. К сожалению, и в наше время тонет много кораблей, и памятники в их честь устанавливают по всему свету, в большинстве своем, в приморских городах и у океанов. Много лет назад скульптор приобрел у водолазов большой корабельный якорь и стилизовал его под памятник погибшим кораблям. Ведь якорь сам по себе уже ассоциируется с последним пристанищем затонувшего корабля. В музее он установлен в бассейне с водой рядом с оригинальной скульптурой, символизирующей морское дно. Авторы Гороховские. Вместе с памятником фонтаном, с обратной стороны которого по натянутым струнам стекают струи воды, это стало единой композицией. Особенно красиво она смотрится в вечернее время, когда включается лазерная подсветка и звучит музыка. Надо сказать, что многие гости Евпатории, побывавшие в музее хоть раз, становятся его постоянными посетителями. Любят музей и Евпаториицы. Юноши и девушки с радостью назначают тут свидание. Многие молодожены приезжают сюда в самый важный день своей жизни, чтобы получить благословение богини вечной любви Афродиты. Ее скульптура тоже есть в экспозиции. А еще женихи и невесты, закрепляя свой союз, подвешивают на ветви дерева желаний замочки на счастье, а ключики от них бросают в море. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Создатели музея надеются, что он станет культурной меккой для тех, кто стремится сделать совершеннее свою жизнь. И приглашают к сотрудничеству мастеров, которым не безразлично, каким будет современное, да и будущее сообщество людей на Крымском полуострове. Поэтому, если вы чувствуете в себе потенциального дарителя собственных произведений искусства или мецената-благотворителя, знайте, что ваш душевный порыв принесет пользу большому хорошему начинанию и порадует очень многих людей. Бесспорно, музей мировой скульптуры, успешно выполняя функции эстетического просвещения, активно помогает Евпатории с ее 25-вековой историей стать еще более привлекательной для гостей и туристов. Продолжение следует...